Ну, в общем-то, наверное, всем привет, дорогие друзья, с вами Серёга, и вновь произошло обновление магазина. Я, честно говоря, немножечко удивлён, потому что я был уверен, что все предметы, которые они добавили, останутся, это будет реально какая-то распродажа. Но чё-то они сильно зачастили с вводом всякого донатского говна. Давайте немножко порассуждаем, что, как и зачем они это всё делали. Мне кто-то когда-то влил в уши, когда они первый раз начинали добавлять всякие гектары-нектары где-то пару месяцев назад. Мне сказали, типа, вот они делают какой-то крупный Open Cup, они будут пиарить проект, Open Cup будет проходить на какой-то крутой площадке. Но сейчас узнаются, что Open Cup будет проходить абсолютно при таких же условиях. Open Cup будет происходить, точнее, выплаты абсолютно того же полтора миллиона рублей. И нихрена не изменилось, тогда нахрена эти распродажи? Ладно, хорошо, я могу предположить, что, может быть, они хотят офигеть, как пиарить Warface, потому что конец года, они добавляют новую спецоперацию, опять по телеку будут крутить, в группе ВК, везде вот эти рекламы, которые не нужно придётся закрывать. Может быть, они на это всё собирают деньги, но, блин, если они даже собрались крутить свою рекламу по всем каналам, что-то, мне кажется, они сильно много бабла собирают, потому что очень много всего они добавляют. Даже взять эти скины оливковые, которые по 700 кредитов стоят, уверен, что люди даже их некоторые покупают. Вводили они, получается, магмовские там шлемы, магмовские оружия, еврооружие, всё, что можно, просто только они вводили, чтобы люди покупали. Я думал, что они не будут это всё дело убирать, это не требует спешки, но это требует спешку, понимаете? Они вводят именно что-то хорошее, что нужно тебе купить, что тебе понадобится, например, эмочка, буран, читак буран, АВМ буран, и ты не можешь купить, потому что у тебя, к примеру, денежек ещё нету. Но мейлы её убирают, буквально на три дня или на сколько они, получается, ввели. Я как дурак подумал, что они её не уберут, что они оставят её хотя бы на неделю, на неделю-две, но нет, они ввели её на три дня, чтобы люди, хрен пойми, откуда взяли деньги, купили эмку, и потом они убирают её, вводят ещё что-то крутое, и они должны покупать, то есть, ещё что-то себе. Такой выкачкой бабла из Варфейса я, честно говоря, ни разу не видел. То турнирные шлема, то ещё какая-то херня. Сейчас они ввели, смотрите, турнирные шлема и камуфляжи Open Cup. Помню, что они когда-то говорили, что это, типа, специальные камуфляжи какого-то сезона, и получить их можно будет только сейчас, и побольше вы их никогда не получите. Но сейчас, опять же, они в магазине, и какого хера они опять в магазине? Может быть, я думал, что они только у меня будут, потому что я их ещё давно-давно предзаказал и получил их. Но нет, как видите, опять их ввели, то же самое, европушки, то же самое, магмовские шлема, которые, в принципе, можно получить только если ты будешь играть вулкан, и проходить вулкан, и то там может то навсегда, то и навсегда, пушки также. И сейчас они просто дают людям их купить. Что за прет? Я не знаю, почему они вдруг решили это сделать. Они ввели турнирную маску, хрен пойми какого года, которая, в принципе, уже должна быть запрещена, потому что мне не разрешали играть в этой маске, потому что мне сказали, чувак, типа, она прошлого семестра, в ней нельзя играть, только прошлый раз можно было с ней играть. Сейчас они опять вводят турнирную маску, и что, получается, с ней опять можно играть или что? Что-то я нихрена не понимаю, что сейчас происходит, но сейчас я вижу, что и вы видите, что происходит. Какая-то охренительная выкачка бабла, и на что эти деньги идут? Ну, честно говоря, если бы я был админом проекта, я бы знал, на что они эти деньги идут. Ну, мне на яхту, на шлюх, на еще кого-нибудь, господи, на много чего могут идти эти деньги, правильно? Но именно в благую цель вообще непонятно, куда они могут идти. То есть, OpenCup, если бы они провели, да? Надеюсь, они хотя бы на более-менее, на 30%, даже на 20% этих денег, они будут рекламировать свою игру. То есть, как было в прошлый раз, они там рекламировали по телеку, еще где только не рекламировали свой зомби-режим. То есть, надеюсь, они новую ПВ-миссию будут абсолютно так же хотя бы рекламировать на это бабло. Кстати, еще ввели плюс какие-то новые скины OpenCup. У меня просто глаза разбегаются, я не знаю, у меня именно ограниченный бюджет что-то взять. Но я хочу купить все, понимаете? Ну, не то, что все, но дохрена, чего я хотел купить, и его уже убрали. В принципе, и то, что и сейчас есть, я тоже много чего хочу купить. Новые скины хочу купить. Но я не знаю, стоит ли их покупать. Ведь они завтра могут их убрать и добавить еще что-то лучше. К примеру, кто знал, например, я бы купил какой-нибудь оливковый саный камуфляж. И его бы, точнее, не его бы убрали, а через 3 дня ввели вот эти новые скины OpenCup. Я такой, я идиот, что ли? Я купил какой-то саный оливковый камуфляж. Хотя я мог купить офигенные скины OpenCup. Которые не вот эти вот, они тоже, конечно, прекрасные, но которые они еще на сайте дают. И еще там какая-то новая акса вышла. Почему столько много акций? Очень много, понимаете? Еще не новый год даже. Сейчас только октябрь и нереальное количество акций. И я буду снимать реально часто видео, если они будут еще что-то добавлять. Я просто буду в шоке, если они продолжат. 3 дня меняют, 3 дня меняют, 3 дня меняют. И опять будут это добавлять бесконечно. В общем, друзья, давайте немножко еще поговорим про сами скины OpenCup. Конечно же, друзья, как же не поговорить про сами скины OpenCup. Когда-то давно на сайте анонсировали, типа, вот, купи их за 200 кредитов. Я не ошибаюсь, вроде было 200 кредитов. Если ошибаюсь, пожалуйста, напишите в комментариях. Купи, типа, предзакажи и получи абсолютно любую пушку на свой аккаунт. Я такой, блин, ни хера себе, блин, это, вроде, прикольно. Скинчики вроде красивые, стоят недорого. И я реально подумал, блин, возможно, в Warface будут добавлять недорогие скины. Будут заниматься скинами не так, как в КСке. Будут их толкать за нормальную цену. 200 кредитов, 100 кредитов. Ну, никак не 700 кредитов за какой-то самый некрасивый камуфляж. Конкретно некрасивый. Он ужасный камуфляж. Считаю, оливковый камуфляж, он действительно ужасный. И его не стоит. Хотя они сейчас в своей группе Warface разыгрывают эти скины бесплатно. То есть, там 2000 активации. Но их вообще невозможно брать. Мне там писали ребята, что там просто 10 секунд проходит. И скины уже пропадают. Их нельзя больше активировать. Так что я не знаю, кто там сидит в этих группах. Что за монстры, которые настолько быстро все активируют. Но я даже не буду, наверное, пытаться что-то там активировать. Потому что, как вы понимаете, это вообще невозможно. Чуть ли недавно на сайт они сами добавили новый скин OpenCup. Они реально симпатичные. У меня навернулась лампа. В общем, они реально симпатичные. И стоят, ну, не особо дорого. Стоят 2000 кредитов. И вы получаете все скины. То есть, не один скин. Вы получаете все скины. Там, помню, вроде бы скин на Enfield. На Prestige. На Honey Badger. На Scout. На Six Sour. Также на Katana. Или на Topor. Чё-то типа того. То есть, очень красивые скины. Всего лишь за 2000 кредитов. И самое интересное. Если вы их предзакажете. Вам еще плюс. Абсолютно каждый аналог этой пушки. Не уже ни скин дадут на 30 дней. Каждый скин. Ой, оружие со скином на 30 дней. То есть, у вас будет Scout на 30 дней. У вас будет Enfield на 30 дней. У вас будет Katana на 30 дней. У вас будет SIG на 30 дней. Я не понимаю, почему они толкают обоссанный саный скин на какой-нибудь вепрь. На какой-нибудь санный пистолет, которым никто не играет. За 700 кредитов. А нереально классные скины. Они дают за 2000 кредитов. Все, получается, еще плюс пушки дают. Если у кого-то нет этих пушек. Это нереально крутая вещь. Я реально сейчас подумаю над тем, чтобы найти где-то косарь. И купить эти самые скины. Честно говоря, мне не нужны, конечно, эти временные пушки. Потому что они у меня все есть. Но было бы неплохо получить, к примеру, скинчики. Тем более, может быть, там пушки можно будет отдельно. От скина отправить на другой сервер. А я бы отправил, почему нет, на Кончарль. На Браво у меня, к примеру, на Браво, может быть, Престижа или Энфилда нету. Топора тоже нету. В общем, было бы довольно неплохо. Так что, фиг пойми, почему одно стоит мало, одно стоит много. Сейчас вы, наверное, скажете, а что тебе не нравится? Классные скины продают за мало, а такие, как бы, за много. Мне не нравится неравноправие, потому что говно скины 700 кредитов. Их можно продавать за варбаксы. Особенно скин на ссаный пистолет, с которым никто не играет. Его можно пихнуть за 5000 варбаксов. И то его не все будут покупать. Меньшинство будет его покупать, потому что он, в принципе, нахрен никому не нужен. Я действительно хочу просто изо всех сил посмотреть статистику мейла. И сколько людей действительно купили скин на этот дебильный пистолет за варбаксы, с которым никто не играет. Который варбаксы, он стоит вроде 2000 варбаксов, купили за 700 кредитов. Я бы посмотрел на этих людей. Но, может быть, они, знаете, мажоры какие-то, которые все скины покупать, чтобы их коллекционировать. Ну, знаете, коллекционировать говно, это, наверное, модно. Ну, ладно, я, короче, промолчу. Вот, и насчет этих скинов еще хотел сказать, которые сейчас можно все взять за 2000 кредитов. Потом, когда их ведут в магазины, один скин по отдельности будет стоить... Угадайте, сколько? Тысячу кредитов! То есть, по отдельности, они будут стоить каждый скин за 1000 кредитов. Че-че-че-че вообще нихера неровно? В чем смысл, если они распределят все скины за 2000? И еще плюс любую пушку из этого, точнее, не любую, а все пушки дают на 30 дней. А тут вдруг каким-то боком они будут продавать за 1000 кредитов тупо один скин без пушки. Я понимаю, вы можете сказать, ну, блин, не у всех, наверное, там Сиги есть, не у всех есть скауты. Но, знаете, в любом случае будет выгодно тебе купить, потому что тебе еще дадут на 30 дней эту пушку. Потому что вспомните, как Мейл распродавал, например, тот же самый СКАР. Они распродавали его, получается, на 7 дней за 400 кредитов. То есть теперь посчитайте, насколько вы будете в плюсе, если бы этот скаут также ввели в магазин на 7 дней за 400 кредитов. Хотя это же был СКАР за 400 кредитов, а скаут, он, может быть, и подороже выйдет. Так что посчитайте, насколько вы будете в плюсе. И из этой всей акции я рекомендую вам купить только это. Ну, я рекомендовал вам, конечно, какую-нибудь магму, купить европушки, но их, к сожалению, уже убрали. А, ну и, конечно же, какую-нибудь зимнюю пушку, типа Калики, АВМки, Эмки. Но, опять же, их уже убрали. И, друзья, еще раз повторяю, рекомендую вам пока что, если у вас есть лишняя тысяча, купить только эти скины. Потому что вы будете в нереальном плюсе, потому что еще плюс вам обычные пушки дадут. И можно будет с ними поиграть, да еще и классные скины дадут. Тут, наверное, самая будет неинтересная тема, это у кого вообще этих пушек ни одной нету. Но, в любом случае, каждая пушка на 30 дней, согласитесь, это охренеть как классно. Вот. И по поводу... Что по поводу? Не дайте лучше деньги на всякое говно. Купите пока это, потому что я вас уверяю, Мэл что-то разогнал, сейчас каждые три дня меняет. И я уверен, что они чего-нибудь еще и лучше, и лучше, и лучше, и лучше будут добавлять. И как максимум, не знаю, денежки зачем-то собирать. Не знаю, честно говоря, зачем, но я опять же предположил, что только для пиара. Потому что, опять же, тема с опенкапа откинулась. Потому что мне уже сказали, что проводиться будет опять в офисе Мэйла. Все как обычно, полтора ляма как общий приз. То есть, все, ничего не изменилось. А бабок-то много осталось. Ну, знаете, я в чужой карман лезть не буду. Но мне эти акции полнейше задолбали. Потому что я сам хотел купить одно. Не купил ни другое. Не купил ни третье. Да я вообще еще ничего не купил. Потому что не думал, что все так быстро будет происходить. Потому что они хотя бы... А перед тем, как убирать, раньше на сайте писали, типа, вот, чувак, последний день распродажи. Даже, знаете, они по 10 раз бывали. Писал, типа, даже за 10 дней они писали, типа, вот, чувак, осталось всего лишь 10 дней. Ты можешь получить этот классный скин, ты его нигде больше не получишь, бла-бла-бла, тра-ла-ла. А сейчас просто взяли и убрали. И я, Сережа, даже не успел ни посмотреть, ни подумать логически, ни купить. Ну, в общем, ладно, хрен с ним, хоть денежки сохранил. Надеюсь, я успею купить эти скины в OpenCup, потому что хрен его знает. Может быть, сейчас я только-то запишу видео, пойду их покупать. Скажу, чувак, мы тебе ничего не сказали, а все, типа, скины в OpenCup ты не можешь больше купить. Или можешь, ну вот, они уже стоят 5000 кредитов, надо было быстрее покупать. Не знаю, друзья, остались ли у вас деньги после таких акций, потому что я понимаю, на таких акциях глаза просто разбегаются. И вы не понимаете, что купить, что круче. Там, скины купить, еще что-нибудь купить, аймочку купить. Разбегаются глаза, и я понимаю, как это, конечно, трудно. Но, опять же, нужно думать логически и забить хер на все эти акции. И если прям нереально что-то крутое для вас ведут, оно будет стоить недорого, как, к примеру, эти скины, и будут вам давать настолько хороший плюс, тогда уже подумайте. Потому что, я еще раз повторяю, акции сейчас будет очень-очень-очень-очень много, потому что, как вы видите, просто льются тонами эти акции. Так что, переберегите свои денюжки, а лучше не донатьте. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Загляните в описание, там есть очень много интересных ссылочек. С вами был Серега. Увидимся в новых роликах. Всем удачи, друзья, и всем пока.